Полова девятой годины ранницы, Гомельский районный центр гигиены и эпидемиологии. Сегодня госпросовники повинны взять анализы колодежной воды у вёсты Калинина. Пау литра для микробактериологичного и литр для химичного анализа. Централизованного водозабеспечения у этом населенном пункте нема и николи не было. Правда, взять анализы из всех колодежов одразу не отрывается. Надо помогу приходить местовые же хары. Усуизе с тем, что вёдры часто крадуть, вёстковцы отдают перевагу уластным ёмистостям. Правда, это приводит до того, что вода у колодежах забродживается ещё и от внешних причин. Специалисты территориальных центров гигиены и эпидемиологии попередживают, навод, калі у колодежной воде нема ніякага паху і навыглітае наздаецца нормальны, пачас паводкі лепш ўсё ж такі накеруваць її на аналіз. Спачатку отручування звычайно выявляецца ў дяті, потам пачынаюць хварыць дарослая. Па гэтай прычыні робіць дзятяжі асумісі на колодежной воде ў вогулі не рекомендуецца. Лепш выкрыстовыць бутылированую ваду з магазинов. Правда, праслуховуюцца да гэтай парады не ўсе і еканоміць пасутнаці на здоров'ю. Калі вада ў колодежных дрэнная, людзям рекомендуецць набываць ваду ў бутыльках. Правда, обыдіцца гэта не та, навыць така пятилітровая бутылька чистой воды, каштое 2 рублі 50 копеек. А тепер просто арифметыка. На сямюз 4 чалавек таких бутылик, што дзені, абходна каля 6-ти, гэта 15 рублёв, ў місяц – 450. Аналізы колодежной воды з гоменского района оперативно доставляюцца областны центр гигиены, эпидеміології і громадська здоров'я. Спеціальна сумка-холодзінник гарантуе, што вода пачас транспортеровкі не сапсуєцца. Зараз вязковцы могут самостойно зробіць і експрес-аналіз, але ягувынікі не галічыць стопроцентна правильными. Докладныя дадзінае можна трамотокі ў лабулаторных умовах. Повний микробактеріологічний і хімічний аналіз зуімі калапеці дзен. Найбільш часто пачас поводки колодежная вода забронжується нитратами, а лізнаходить у ёй так само аміяк, нитриты, сульфаты і жалезо. Плюс разностайна бактерія, яких бути у вугуле не повинно. Любое наличие болезненфорних бактерій – це вже не норма, і запрет на потребління цього води в п'яти гуцелях. В цілому, конечно, качество води в цей период, даже якщо проводились отбори, в разы хуже, чем в обычный другий внеповодковий период. Колодец, он, конечно, хоть и дешевый источник водоснабжения, но сам по себе он так устроен, что не является самым ненадежным, даже правильно обустроенным. Поэтому мы сейчас вперед паводка об этом и говорим. Олег Сенчуров, Валерия Гопанько, Телераду, компания «Гомель».